Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Что же, хочу с вами поговорить об угрозах нашей, как сказать, как бы сказать, да, богоизбранной страны, да, или забытой богом страны. Ну, это с какой позиции посмотреть, сказать, да, мы избранные с нами, с нами создатель, и он осеняет наш путь, показывает, куда и как нам идти, или наоборот, что создатель забыл, как бы задвинул, обращает внимание на что-то другое, а мы здесь сами ковыряемся и совершаем кучу своих ошибок. Так вот, нынешние угрозы для нашей страны, ну, на первый взгляд, кто-то может сказать, что они исходят изнутри страны, да, от некачества, некачественных управленцев, а может быть, предателей, которые пробрались и своими действиями разрушают державу изнутри, потому что часто бывает, что могучие империи разрушаются именно изнутри. Внешние факторы только так, некий фон, просто плохая погода за окном, а свой дом мы разрушаем сами, своим, своей ленью, своей, там, гордыню, корыстью, множество разных факторов, но мы все-таки сейчас посмотрим сначала на внешний фактор, о предателях внутри страны, без сомнения, можно говорить много, и действительно они существуют, и физически, и энергетически, и политически, по-всякому, да, те люди, которые отравляют, являются токсичными для данной территории. И кажется, да, общепринято, что сейчас у нас есть, как бы, политически мы противостоим какому-то коллективному Западу, который там полностью разложился, в котором там, ну, кошмар, что творится, кошмар, там, сплошные какие-то трансгендеры там бегают, и друг друга шпуняют, и всех остальных стараются там завести в свое это странное болото, да, и там их ценности, то есть их ценности нам не подходят, но их технологии как раз нам нужны. Как говорится, мы всегда пытаемся, мухи отдельно, котлеты отдельно, там, их вещи, их технологии, там, телефоны, автомобили нам нужны, а вот их там мировоззрение, до свидания, это просто какая-то мерзость. Ну, друзья мои, всегда не бывает такого, есть в комплексе, эти люди делают подобные технологии. Куда ни крути, значит, их мировоззрение приводит к производству, во всяком случае, каких-то полезных вещей. Поэтому невозможно что-то отрезать, сказать, вот это нам надо, а вот это не надо. Все идет в, так сказать, в комплекте. Ну, друзья мои, да, а наши партнеры, это, значит, китайский дракон, какие-то там, кто-то еще у нас там, северкорейский дракон, может быть, там, иранские, там, эти, как их называть, там, хаттабачи, хотя, хотя, друзья мои, вот в этом вопрос, но энергетически, магически, кто является сейчас самым опасным врагом? Да, друзья мои, это не Запад, это магические кланы, откуда исходит вот эта угроза, исходит она уже давно. Но сейчас у этих кланов появилась возможность, возможность действительно захватить, энергетически захватить эту территорию и свои идеи, свои теории и свою магию внедрить сюда. Она уже здесь, она уже здесь, она просочилась. И это, друзья мои, я вам говорю о неких кланах, кланах, ну, упрощенно, очень упрощенно, друзья мои, конечно, они имеют несколько другие названия, и там несколько группировок и сфер влияния, но мы упрощенно называем магрибскими колдунами. Совершенно упрощенно, чтобы просто вот эту, эту много, даже я не скажу, многотысячелетнюю магию, очень древнюю и мощную, мудрую, которая волнами приходила, уходила, это и билось о стены вот этой нашей империи и тех сил, которые противостояли здесь, на этой территории, этим волнением. Сейчас эти силы ослаблены, то есть различными катаклизмами, размыто, расслаблено. И сейчас вот эти кланы магрибских колдунов идут сюда, и они уже пришли. И кажется, а где же они? Что ж вы видите, где-то вот этих там стариков-хатабачи, которые там шастуют и там трахтебедур. Нет, конечно, магия, она тем и сильна, что она приходит тайно, возникает уже внутри. Не внешние проявления, мы ли там, а вот какие-то там исламисты, какие-то. Да, это все, все на самом деле только инструменты этих сил. Да, они прикрываются религией, может быть, исламом, еще чем-то там. Христиан, они любой облик могут на себя надеть. Абсолютно. У них нет вот этого вот брезгливости какие-то. Мы вот этому верим, а этому не верим. Именно на разделении каких-то интересов они играют. Потому что они стоят, ну, религии являются их инструментами. Как и политика, как и психология. Ну, в том числе количество вот этих вот приезжих мигрантов и в Европе тоже. Это является стратегией на данный момент этих магрибских колдунов. И в Европе это достаточно успешно, и у нас это достаточно успешно. То есть думать, что они только где-то там замышляют. Нет, они уже здесь. Они уже здесь, и они захватывают энергетически, физически территории. Психологически они внедряются, внедряются с самого низа, да, в виде вот этих вот волны. Простых людей, да, там каких-нибудь дворников, уборщиков, грузчиков, да. Вот они пришли сюда, они несут вот этот заряд. Колдуны магрибские через, могут подсоединиться к любому из этих людей. И даже политически, в принципе, вызвать взрыв. Направить этих людей на какие-то беспорядки, на захват власти. То, о чем, да, вот с кем-то там воевают ракетами. Они уже здесь, они уже там в Кремле, они уже там везде, там, Дальний Восток, Сибирь. Не китайский дракон даже, потому что те-то, те они знают свою выгоду, да. Но китайские колдуны на данный момент не настолько опасны, как эти. Потому что эти уже здесь, и они уже считают себя победителями. И многих людей энергетически, которые держали свою территорию, они уже повыбили. Уже повыбили, у них получилось это. Потому что у них есть дальние стратегии. Они вот это, вот это вот, то, что происходит сейчас, они это замыслили еще, еще там, более 40 лет назад. Это только как один из этапов. И он уже пошел, и он уже реализовался. И как противостоять им? Физически, политически, энергетически. Для этого нужно осознание. Сейчас на данной территории у людей, знающих, те, кто может противостоять, у них очень много гордыни. Они между собой тут терки. Если вы, ну, хоть как-то общались в каких-то энергетических сообществах, вы понимаете, что это за люди, и что их волнует. И сколько эгоизма, эго, вот этого я, самости, не заботы об этой территории, о своем поселке, о своем районе, стране, а больше вот это вот понты друг перед другом. Да, то есть вот эта детская болезнь. То есть вот эти дети из детского сада не могут противостоять мудрым, осознанным духам, которые идут оттуда. Но у них своя мудрость. И они, они просто хотят ресурсы, они просто хотят эту территорию, и они ее получают. На самом деле это огромная проблема. И самая большая проблема, что люди не осознают это. Мы с вами не осознаем, что, в общем-то, это сражение мы не выигрываем. То есть война ведется, а мы не знаем, что она ведется против нас. Наше внимание сосредоточено там, на Западе, что они там злодеи, что надо против них. А враг, он уже здесь, он уже здесь сидит, уже там за вашим столом. И мои эти слова, ну, конечно, просто сотрясание воздуха. Потому что противопоставить такому ресурсу можно очень мало. Можно только притормаживать этот процесс на данный момент. Ну, кто-то скажет, опять же, там, наши родные боги нам помогут, они там встанут за нас стеной, там, белый бог, черный бог, там, велес, вот они уже там стоят. Ну, знаете, боги помогают тем и действуют через тех, кто здесь находится. Если мы слабы, значит, и боги не уделяют столько внимания. Или говорят нам, вы должны отстоять свою территорию. Вы уже взрослые, то есть мы смотрим за вами и смотрим, достойны ли вы этого. Или вы достойны схлопнуться и уйти. Уйти, так сказать, в этот... Ну, ладно, драгоценные мои друзья, видите, какая-то грустная тема, грустная тема о магрибских толдунах. Знаю, что некоторые из вас начинают понимать это, но не верят в свои силы, не верят в свои возможности, ну, во всяком случае, выразить намерение, сказать, взять, принять сторону какую-то. Потому что часто, если вы посмотрите, вы можете понять, что вы тоже являетесь этой системой, и вы уже начинаете работать на этих хитрых, изощренных магрибцев. Не зная об этом, вы являетесь уже, вашими ресурсами пользуются, их направляют против вашей же страны. Многое констатирую, но не даю рецепта, что же делать, можно ли остановить это. Что для этого нужно? Где тот дракон, куда надо проникнуть и остановить его? Где же эти мощные силы каких-нибудь там матерей мира, там, гончаров, которые скажут, ну, что нам магрибские колдуны? Их нету, все, их больше нету. Нет, они уже здесь, и они никуда не уйдут. Без, если только почувствуют здесь силу на этой территории, которая может поставить, поставить магический, энергетический, физический запрет. Произойдет ли это? Или эта территория будет поглощена в ближайшие 15-20 лет? Вопросы. Все, драгоценные, пока, счастливо.